Всем привет, я Дана Рожуманова, сегодня в студии 7. А ты купи слона. Автосалоны вынуждали казахстанцев приобретать дорогостоящее доп. оборудование для машин. Дилерами занялась прокуратура. Вопросы есть и к льготному автокредитованию. Репортеры студии 7 выявили три основные недоработки программы. Сахатов, есть такой Сахатов? Нет, Сахатов нету. Аханова. В шаге от НАТО. Шведы и финны официально подали заявки на вступление в блок, но Турция против. Есть информация, что за это Анкару саму хотят выставить за двери. Где заканчивается демократия и начинаются приоритеты? В Казахстане хотят снова пересмотреть возраст выхода на пенсию, но теперь можем пойти на понижение. Коснется это, правда, не всех. Каким последствиям приведет внезапное решение правительства? Во всем информационном потоке мы выбираем то, о чем действительно стоит задуматься. С нами все станет понятно. Поехали. Друзья, в Казахстане могут снизить пенсионный возраст. Как вы считаете, когда человека стоит отпускать на заслуженный отдых? Голосуйте. Турция рискует потерять членство в НАТО. Все из-за принципиальной позиции по Финляндии. Страна подала заявку в Альянс, но в Анкаре припомнили давнее расхождение с Хельсинки. По словам президента Эрдогана, финны поддерживают их кровных врагов. Рабочую партию Курдистана, признанную в Турции террористической. И при таком раскладе новеньким в Альянсе не рады. Но заинтересованность в них есть со стороны США. Президент Эрдоган не может этого не понимать. А раз так, то чего он пытается добиться? Разбиралась Сабина Тургаева. Мнение о том, что Турцию могут исключить из НАТО из-за принципиальной иноэд большинства участников позиции, прозвучало в эфире телеканала CNN. Однако эксперт в международных отношениях Таир Нигманов считает, что это маловероятно по двум причинам. Во-первых, в уставе Альянса вообще не прописан механизм исключения какого-то государства. Не было прецедентов. Во-вторых, это стратегически важная для организации страна. Турцию включили в 1952 году. Она стала членом НАТО в 1952 году. И это был очень важный шаг с точки зрения геополитического расклада того времени. То есть тогда как раз была холодная война. Именно в Турции планировалось разместить оружие. То есть ее изначально допустили в НАТО с точки зрения ее невероятно архиважного геополитического расположения. И она остается членом этой организации под собственным тем же соображением. Конечно, у стран НАТО вызывает обеспокоенность позиция президента Турции, который высказал готовность наложить вето на вступление этих стран в Альянс. Он обвинил Хельсинки и Стокгольм в отказе экстрадировать членов рабочей партии Курдистана, разыскиваемых его страной. Однако президент Финляндии, несмотря на это, настроен оптимистично. У меня был телефонный разговор с президентом Эрдоганом в начале апреля, и он сказал, что членство Финляндии должно рассматриваться положительно. Сейчас, похоже, что-то изменилось. Мы должны провести совместные переговоры. Наши люди готовы обсуждать с турецкими официальными лицами. И мы с премьер-министром Швеции просили о телефонных разговорах с Эрдоганом. А пока послы Швеции и Финляндии передали генсеку НАТО официальные заявки на членство. Йенс Толтенберг назвал это событие историческим. Глава организации «Тепло» приветствовал представителей стран-кандидатов. Швеция и Финляндия – наши ближайшие партнеры. И ваше членство в НАТО повысит нашу общую безопасность. Интересы безопасности всех союзников должны быть учтены. Принято во внимание, и мы полны решимости проработать все вопросы и быстро прийти к выводам. Возвращаясь к возражениям Эрдогана, вчера глава МИД Люксембурга заявил, что истинное желание Турции – добиться уступок по закупке американских истребителей и снять запрет на продажу оружия со стороны Швеции и Финляндии, которые те ввели после того, как Анкара вторглась в Сирию, якобы для борьбы с курдскими террористами. Казахстанский эксперт согласен с таким мнением. Это укладывается в общую палитру деятельности Эрдогана, который вот такими конфликтами постоянно пытается выторговывать для себя как те или иные преференции. Очень похожая ситуация, допустим, была из-за вопроса бешенца. То есть точно так же Эрдоган фактически шантажировал Европейский Союз для того, чтобы ему выделяли деньги на обеспечение иммигрантов. Резюмируя, большинство международных и казахстанских политологов уверены, вступление Швеции и Финляндии в НАТО вопрос решенный. И скандинавские страны пойдут на условия Эрдогана. Вопрос только, насколько быстро это произойдет. Сабина Тургаева, Ермек Махметов. Специально для студии 7. И сейчас мы все наблюдаем за тем, как в большой политике формируются клубы по интересам, где главным и объединяющим выступает, а против кого дружим. Так, например, стало известно, что Германия решила помочь Молдове в охране ее границ. Берлин предоставляет Пишеневу беспилотные аппараты. Неспокойно Молдове, потому что вокруг звучат взрывы, как в Украине, так и в непризнанной республике Приднестровье, где на днях продлили красный уровень террористической опасности, в общем, крайне небезопасно. Продюсер студии 7, Даурин Исагулов, поговорил с экспертом Молдавского аналитического центра «Эксперт-групп». Дионис Ченуша рассказал о настроениях населения Приднестровья и сколько в этой истории общего с Донбассом. Дионис, спасибо, что вышли на связь. Расскажите, пожалуйста, что в Молдове сейчас говорят относительно недавних провокаций в Приднестровье? Ни сепаратисты регион, ни элиты из этого региона не хотят на этот момент, по крайней мере, на этот момент участвовать в военных действиях России против Украины. Молдавские власти, в принципе, они были уверены, что ничего из дестабилизации, попыток дестабилизации Приднестровья не выйдет. У них уже были свои прогнозы, и у них есть свои сценарии по поводу того, как может развиться ситуация. То есть, другими словами, какой-то военный вариант уже рассматривается, хоть и с меньшей вероятностью, верно? То, может быть, они захотят как-то включить в операцию свою, в военную операцию или военные действия против Украины присутствие, военное присутствие, которое они имеют в Приднестровье. Вторая гипотеза и второй сценарий, что Приднестровье может быть использовано для того, чтобы атаковать Молдову. Это вообще сценарий, который, на самом деле, я никогда не рассматривал. Если говорить непосредственно о Приднестровье, какие настроения сейчас там? Действительно ли можно в плане ментальности жителей проводить такие параллели с Донбассом? В регионе уже существует поколение тех, которые родились в новой, так называемой, Молдавской Приднестровской Республике. То есть есть люди, которые, на самом деле, считают себя Приднестровцами, которые верят в то, что существует такая идентичность, что она отдельно от молдавской государственности. Как бы они прорусские, они говорят на русском, то есть русский язык, он, на самом деле, доминирует, даже если другие языка, молдавский язык, который, на самом деле, румынский на кириллице и украинский, они тоже по конституции, официальные языки региона, но, на самом деле, никто на них официально и в политической сфере не общается. То есть Россия доминирует в геополитическом смысле и, наверное, очень многие захотели бы, чтобы регион стал частью России. Последние соцопросы в Молдове, на конституциональной территории Молдовы указывают на то, что даже сами молдаване в процентах, наверное, где-то 30, 32 или 30 согласны с тем, чтобы Молдова отделилась от Приднестровья и как бы отделилась в принципе. Регион, он рассматривается как проблема, как проблема для того, чтобы Молдова, не знаю, побыстрее приблизилась к Европейскому союзу. Дианис, спасибо большое, что помогли нам разобраться. Будем оставаться на связи. Буквально на днях вопрос вхождения Молдовы в Европейский союз обсуждался евродепутатами. Парламентарии высказали, что Кишинев станет официально вхож в закрытый клуб после того, как решит вопрос к Приднестровьям. Другими словами, возможно, спикер действительно прав, официальная власть действительно будет рада отделиться от непризнанной республики. Казахстанскими автодилерами заинтересовались в прокуратуре. В феврале алматинский надзорный орган обратил внимание на то, что автосалоны буквально навязывают клиентам дополнительное оборудование. Дорогостоящее, между прочим. И многие из тех, кому машина нужна прямо здесь и сейчас, шли на условия продавцов, приобретая сигнализацию и напольные коврики, правоохранители пришли к выводу, что все это незаконно. Примечательно в этой истории то, что такие схемы появились не вчера. С таким нечестным подходом казахстанцы сталкивались давно. Кто-то мирился, кто-то скандалил, требуя справедливости. Вскрылось же все на фоне уже другой шумихи вокруг льготного автокредитования. Многие считают, что то, как есть сейчас, крайне непрозрачно. Адиль Балтабаев отправился в автосалоны и собственными глазами увидел, как обстоят дела. Ну что, друзья, третий день, как стартовала программа льготного автокредитования, вот только вопросов возникает все больше. И самое интересное, это вот непонятные списки. Кто-то приходит в автосалон, рад тому, что его куда-то там внесли, потом по возвращении домой понимает, что этот список был сформирован на какой-то бумажке либо в каком-то вордовском документе. И вот непонятно, насколько это все прозрачно и насколько юридически это вообще можно считать списком. Давайте узнаем, как вообще все это происходит, механизм работы. И вот мы приехали в автосалон «Шевроле», сейчас узнаем все нюансы и детали. А перед салоном толпа народу. Все что-то выясняют. Сотрудники с бумажными списками в руках записывают желающих приобрести авто, а потом как в школьном лагере. Оказывается, так «Шевроле» контролирует поток клиентов. Разом всех обслужить не могут, поэтому и впускают в здание по очереди. Внутрь нам пройти не дали и отказались от комментариев. Кредитование действительно идет. Спрос из-за сравнительно низкой цены на эту марку настолько большой, что у банка «Центр Кредит» уже закончились деньги для этого автосалона. Здесь он больше заявок не принимает. Обслуживает только Евразийский банк. Это автосалон «Киев». Здесь, как мы видим, на улице нет такой толпы. Вроде бы как все прошли внутрь. Сейчас попробуем узнать, что происходит здесь. Оказалась вся суматоха внутри. Мы вошли без проблем, но и здесь руководство отказалось комментировать на камеру. Зато объяснили, как все работает. Итак, вы приходите в автосалон, оставляете свои данные, их вносят в базу компании и обещают перезвонить. Опрошенные здесь люди подтвердили, с ними действительно связались через два дня и попросили прийти. Правда, менялась ли их позиция в очереди, никто не знает. Базой полностью управляет автосалон. И это проблема номер один. Далее нужно выбрать желаемую модель, получить ВИН-код и пройти к сотруднику банка. И тут появляется проблема номер два. БЦК здесь тоже заявок не принимает, а вот Евразийский банк вовсю кредитует. Правда, есть одно но. Оформляя кредит в этом банке, вам нужно оплатить сумму страховки за весь срок кредитования. Условно, если машина стоит 10 миллионов и вы оформляете ее на 7 лет, вам придется заплатить 800 тысяч в виде страховки. Условия обязательные. Банк Центр Кредит просит оплатить годовую стоимость страхования. Самое неприятное, рассказывают клиенты, что об этом узнаешь только на последнем этапе, когда ключи от машины почти в руках. Не все готовы оплатить почти миллион здесь и сейчас. Тем не менее, кто-то соглашается. Например, вот этот мужчина. Он ждет одобрения от банка, вместе с ним ждали и мы. Однако радостных криков так и не услышали. И вот еще один неприятный момент. Даже если вам приходит положительный ответ от банка, это лишь предварительный вердикт. Конечное решение принимает Фонд развития промышленности. Тот самый оператор программы. Поэтому придется снова ждать звонка. И это проблема номер три. Знаете, вроде как программа работает, вопросы все же остаются. Особенно к спискам. Почему, интересно, нет одной единой государственной базы, где ты бы был уверен, что тебя не сдвинут с места. Здесь же получается так, что в каждом автосалоне своя база. И вот тебе только остается надеяться на добропорядочность и на честность сотрудников, что чей-то брат с 500-й позиции на первую вдруг по одному звонку не поднимется. Ну, такая вот система. И вот сегодня в ответственном госоргане Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили, ну или дали понять, они в курсе, что все идет не так гладко. Текущая ситуация в полной мере известна руководством МИРРК. В настоящий момент проводится анализ ее причин. Министр Каэрбек Ускимбаев дал распоряжение, в ближайшее время ответственные лица и организации дадут разъяснение ситуации и отчитаются о принимаемых мерах и решениях. Я Дана Рожуманова, это Студия 7. Друзья, как вы считаете, в каком возрасте человека стоит отпускать на заслуженный отдых? Голосуйте, перейдем к теме прямо сейчас. В Казахстане хотят снизить пенсионный возраст, сообщил эту неожиданную новость вице-премьер Тукжанов. Почему неожиданную? Потому что 9 лет назад было с точностью до наоборот. Возраст тогда решили повысить, тогда за это даже пострадал министр труда Серик Абденов, пошедший в историю как «потому что, потому что». Ну так, глава ведомства отвечал на вопрос, а почему решили ввести столь непопулярное решение. А что бы ответил экс-министр сейчас, просто интересно, когда в правительстве не исключают возможность снижения пенсионного возраста? Мы не знаем, но при этом хотим разобраться и действительно понять, для чего, для каких целей Кабмин вернулся к столь чувствительной теме. Мнение депутата Ирины Смирновой. Пришло время осознания и не случайно против этого закона о повышении пенсионного возраста выступало население очень активно. Вообще нужно слышать население и понимать, что оно не может ошибаться. Вот все ошибаются, а вот министерство труда, которое это предлагает, оно такое умное. Кстати, мы были противниками вообще повышения пенсионного возраста. Ну как можно представить себе, что балерина, скажем, будет танцевать до 63 лет, хотя в прошлое время она уходила на пенсию в 36 лет. Или летчик, который перевозит и получает огромные нагрузки во время полета, отвечает за такое количество пассажиров, будет летать до 63 лет. Это вообще возможно представить? К нам обращались летчики и говорили, что мы не можем это делать, но они не могут уйти на пенсию раньше. Или шахтеры, которые работают под землей, получают также профессиональные заболевания, вообще очень быстро уходят из жизни, они не доживают до этой пенсии. Да, действительно, этим законом были многие недовольны. Совсем недавно в ряде городов митинговали женщины, требуя дать им возможность уйти на пенсию в 58. А тем, кто захочет работать дальше, разрешить. С активистками встречалась и министра труда и соцзащиты населения Тамара Дуисенова. Она дала понять, что не против раннего выхода Казахстана на пенсию, но нужно к этому вопросу подойти с умом. Другими словами, у всего есть последствия, о которых не все думают, о них чуть позже. Для начала давайте попытаемся понять, почему наши женщины так торопятся уйти на отдых, и как, по их мнению, выглядит пенсия мечты. Здравствуйте! Меня зовут Гаухар. Сейчас мне 56 лет. Я работаю маркетологом. Сейчас я занимаюсь активно предпринимательством. Я бы хотел выйти на пенсию в 50 лет. Это тот возраст, где уже не хочется работать. Самый замечательный возраст для выхода на пенсию – лет 20. Я хочу 58 лет пенсию. Мозговая активность, наверное, в плане продуктивности у человека снижается. Пенсионный возраст я бы хотел, чтобы был в возрасте от 55 до 60 лет, потому что, как мы все знаем, под старость появляются очень много разных болячек и болезней. Не хочется, чтобы женщины выходили на пенсию в том возрасте, когда им уже ничего не остается, кроме как ходить по поликлиникам. В моих планах сейчас 55 лет поработать хорошенько, хорошенько поработать, и дальше просто путешествовать по миру, и все. Потом заниматься своими делами. Я бы, скорее всего, занимался бизнесом, любимым делом. Человек мог бы заниматься своей личной деятельностью, допустим, творчеством. Выйдя на пенсию, я бы хотела заниматься собой, путешествовать, и, конечно же, следить за своими детьми. Мы должны давать возможность людям в какой-то период жизни насладиться. Когда выйдем на пенсию, я бы хотела работать уже как бы предпринимателем, и у меня был бы свой бизнес. Я хочу заниматься внуками. А как можно больше развиваться в это время. Жел бы себя в удовольствии. Насладиться вот этим возрастом, когда человек уже что-то заработал. Я бы занимался музыкой, потому что я музыкант. Всем привет! Ну, вот так мы узнали среднюю температуру по больнице не только среди женщин, но и среди мужчин города, славного города Шимкента. Когда вице-премьера Тукжанова спросили, кого могут коснуться изменения, он сообщил, к нему чаще обращаются многодетные матери, родители, ухаживающие за детьми-инвалидами, артисты балета, шахтеры, металлурги. То есть, если пенсионный возраст не снизят, то в любом случае этим смогут воспользоваться не все казахстанцы. При таком раскладе серьезных негативных последствий для экономики не будет, считает финансовый аналитик Андрей Чеботарев. Однако, где гарантия, что вкусить ранний отдых из принципа равенства не захотят и другие? А вот это уже чревато, считает эксперт. Снижать пенсионный возраст для какого-то значительного количества будущих пенсионеров – это ошибка, поскольку пенсионная система уже сверстана из расчета такого возраста, как есть. Это значит, что у нас не будет хватать денег. Во-первых, если сейчас отправить на пенсию, пока у нас еще смешанная система, большое количество пенсионеров – это огромная нагрузка на наш бюджет. Я напомню, что мы и так проедаем чуть больше половины всего бюджета. 52% уточненного бюджета – это различные социальные выплаты. Мы не развиваемся, мы съедаем свои доходы, при этом не только свои доходы, но и доходы нефти, потому что так или иначе наш бюджет на 60% состоит из нефти. Мне кажется, что те пенсионеры будущие, которые сейчас работают, они не очень понимают, что, получая зарплату в конвертах, уходя от каких-то платежей в ЕНПФ, они сами рубят суд, на котором сидят. У них будет минимальная базовая пенсия. И пока снижение пенсионного возраста – это лишь разговоры, но дыма, как известно, без огня не бывает. О чем можно говорить с уверенностью уже сейчас? О том, что инициаторы этой идеи, то есть власть, явно получат мощную народную поддержку. И к другой теме. Врачи Шимкента бьют тревогу. Одно из пациенток подозревает конго-крымскую лихорадку. Это остроинфекционное заболевание, передающееся через укусы клещей, которые сейчас, кстати, активны и очень опасны. Подробнее о состоянии пациентки спросим у заместителя начальника департамента санэпидконтроля города Шимкента Айгуль Турымбетовой. Айгуль, здравствуйте. Спасибо вам большое за то, что вы вышли на связь с нами. Скажите, пожалуйста, как себя чувствует пациентка? Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели. Да, действительно, 16 мая поступило к нам экстренное извещение на заболевание, вероятно, в случае конго-крымской геморротической лихорадки. В настоящее время состояние больное очень тяжелое. У нее лабораторно подтвердился этот диагноз. Она является жительницей Базибекского района на Казахстанской области. За медицинскую помощь обратился Горченкент. По опросу родственников выяснилось, что женщина больной, будучи больной, находилась около недели дома. Она самолечением занималась. И, связи с ухудшением состояния, она обратилась при сопровождении субботных в областной клинической больнице в городе Шамченкент, где доктора, соблюдая все меры предосторожности, одеваясь с листами медвежной защиты, осмотрели, оказали медицинскую помощь и поставили диагноз. Вероятность случаев конго-крымской геморрозии лихорадки. После чего была введена в городской инфекционной больнице реанимационное отделение, где же из анализа было подтверждение заболевания конго-крымской геморрозии лихорадки тяжелой стяжелой тяжести. Это заболевание является особо опасной инфекцией вирусной. Линикой проявляется озновом повышения температуры тела. Айгуль, у нас немножко пропадает связь. Я прошу прощения, что перебиваю вас. Вы не могли бы повторить, в чем заключается коварство этой болезни, можно ли ее вылечить медикаментозно? Отвечаю на ваш вопрос. Коварство этого заболевания – это особо опасная инфекция высококонтагиозная, вирусной теологии. И она клинически проявляется кровотечением. То есть кровь человека, заболевшая этим заболеванием, и биологическая жидкость, является быстро. И причиной этого заболевания является вирус конго-крымской геморрозии лихорадки. И это, если своевременное обращение пациентов, то излечимо. Но, видите, в данном случае пациентка обратилась со стороны медработников, проводят все соответствующие лечения. Айгуль, у нас такая плохая связь, такой плохой интернет. Заключительный вопрос. Очень важно. Скажите, пожалуйста, если это высокозаразная болезнь, будет ли карантин в Шемкенте? Нет, в данном случае карантина не будет, потому что это завозной случай из Туркестанской области. Заболел один человек. Кто были в контакте, все здоровы, находятся в наблюдении медицинском. На сегодняшний день жалоб со стороны контактов не было, и карантин не наносится. Карантин наносится при особо снижениях, когда идет массовое заражение. Спасибо вам большое за то, что нашли время. Надеемся, что ваша пациентка поправится. Друзья, ну что ж, пришло время прощаться, но прежде давайте вместе подведем итоги нашего опроса. Он затрагивал пенсионные изменения. Как вы считаете, в каком возрасте человека стоит отпускать на пенсию? Так вот, больше 60% выбрали ответ на выбор, 50+, 8% считают, что на заслуженный отдых нужно идти по здоровью. Ну что ж, как-то так. Друзья, на этом все. Встретимся завтра в это же время на седьмом. Пока.